Время событий на радио 49 параллель. Самые свежие новости и комментарии. 27 января 2017 года в Северодонецке водитель автомобиля ВАЗ осуществил наезд на припаркованный автомобиль и покинул место происшествия, сообщает издание 06452. В результате просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения разыскных мероприятий инспекторами сектора розыска и обработки материалов ДТП обнаружен автомобиль и водитель, который предположительно является виновником ДТП. Материалы дела переданы в суд. За правонарушение водитель будет нести ответственность согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, оставлении места ДТП и статье 124 Нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. Выездное заседание коллегии по результатам работы органов Пенсионного фонда Луганской области в 2016 году состоялось 3 февраля в Кременной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Начальник главного управления фонда области Ольга Шарунова отметила, что в 2016 году органами фонда области выполнены основные задачи, которые направлены на обеспечение стабильного функционирования пенсионной системы. Выполнение плана поступлений собственных средств обеспечено практически на 105%. Своевременно и в полном объеме проведено финансирование пенсий по разным пенсионным программам на сумму более 8,5 миллиардов гривен. Луганский окружной административный суд признал противоправными действия Департамента регионального развития, транспорта, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской областной государственной администрации. Касательно необеспечения организаций и проведения 8 июня 2016 года конкурса по определению предприятий-перевозчиков на пассажирских внутриобластных маршрутах, сообщает издание 06452. Напомним, накануне дня проведения конкурса решением заместителя главы Луганской областной администрации Юрием Клименко, в то время исполняющего обязанности руководителя областной государственной администрации, был отправлен в краткосрочный отпуск руководитель Департамента Максим Шахов, без которого стало невозможным проведение конкурса. Это были все новости на сегодня, а мы продолжаем следить за событиями региона. Встретимся завтра ровно в полдень на радио 49 параллель.